Бронислав Иван Сович Ильинск Книга третья Гимназистка Под тенью белой лисы Глава первая Николай пришёл поздно Так поздно, что я уже успела не только выспаться, но и проголодаться Как назло, в комнату просачивались необычайно вкусные запахи То ли квартирная хозяйка с полной ответственностью относилась к питанию постояльца То ли готовила для своей семьи, а бедный хомяков питался где-нибудь на службе Страдая от аппетитных ароматов так же, как сейчас я Расчувствоваться я не успела, поскольку наконец услышала его голос Но в свою комнату Николай подниматься не торопился О чём-то говорил с женщиной внизу О чём я даже не слушала Лихорадочно заметавшись по комнате Поскольку внезапно сообразила, что понятия не имею, что ему говорить И как вообще его встречать Привет, милый, это я И лапами ему глаза закрыть, чтобы догадывался, кто именно это я Да, звериная форма несколько ограничивает Но не принимать же человеческую Нам неровным счётом ничего нет А голый его встречать несколько, скажем так, преждевременно Но тут мне на глаза попался приземистый шифонер с зеркалом Можно же было позаимствовать что-нибудь из одежды Николая Или нельзя Я поняла, что меня пугает Не то, что Николай не согласится помогать Нет, я как раз была уверена, что в помощи он не откажет А вот то, что он вдруг скажет Простите, Елизавета Дмитриевна, но теперь в моём сердце и в моих мыслях Ольга Александровна Вот это страшило по-настоящему Мешало надеть что-то из хомяковских вещей И встречать его так, чтобы он видел во мне не оборотню, но девушку И всё же я почти решилась, когда разговор внизу прекратился И послышались торопливые шаги, наверняка хомяковские Брать что-то из шкафа было поздно И я просто застыла, уповая на отвод глаз Сейчас увижу и сразу пойму Всё пойму Додумать, что всё, я не успела Николай распахнул дверь резко Столь же резко её захлопнул И застыл на пороге Насторожённо так застыл Я проследила направление его взгляда Моё уютное гнёздышко на кровати Лучше любых слов говорило, что кто-то там повалялся Лиза? Неуверенно сказал Николай и тут же уверена Лиза, я знаю, что вы тут Но я снимать полок не торопилась Знает он, как же Может, я повалялась на кровати и убежала Или не я, а Ольга Александровна Или вообще Волков Да, точно, Волков, чтобы понять, как к нему относится хомяков Точнее, ко мне Или к нему В конце концов, это личное дело Волкова, кем и с какой целью он интересуется Я в его делане Лизу и вообще хочу быть как можно дальше Лиза, я волнуюсь Тем временем продолжил Николай Я очень волнуюсь Если это действительно вы, а не игры моего воображения, покажитесь Отвод глаз я сняла Набросила полок тишины на эту комнату и сразу почувствовала уязвимость своего положения Хомяков навис над моей маленькой рыськой ангелом мщения Огромным и гневным Лиза, как вы могли так со мной поступить? Возмущенно спросил он Я же говорил, что вы можете рассчитывать на мою помощь, а вы сбежали, никому ничего не сказав Мне надо было бабушке довериться Обиделась я Или у Оленьки все выложить Боюсь, Волковы из твоих родных всю информацию выдавили бы Мама не стала бы действовать на благо клана Волковых Зато я знаю того, кто стал бы Надулась я и запрыгнула на стул, чтобы казаться хоть немного выше Это не сильно помогло Разница размера все равно давала о себе знать Показалось ужасно несправедливым, что я в звериной форме, а Николая нет Придавила бы его лапой, быстро перестал бы ругаться Я все это время только и делала, что удирала от штабс-капитана, а он меня догонял Включать в эти игры еще и вас я посчитала лишним Игры? Необычайно холодно переспросил Николай Действительно Зачем вам включать меня в ваши игры с Волковым? Похоже, я опять сказала что-то, имеющее отношение к традициям оборотней, но не имеющее отношение к моей нынешней ситуации Николай выглядел по-настоящему оскорбленным Хотя должен был понимать, что то, что для Волкова игра, для меня попытки выжить Черт вас подери, вспылила я Вы прекрасно понимаете, что у меня нет и быть не может никаких оборотнических игр с Волковым Я просто неудачно выразилась И еще неудачно выбрала форму для разговора, потому что говорить гадости рыси куда проще, чем нравящейся девушке Пусть как рысь я тоже очень даже хороша Но, возможно, ему сейчас больше нравятся львицы Львицы с длинными ослиными хвостами и глупыми мордами Или вы сейчас пытаетесь меня обвинить, потому что у самого рыльца в пушку? Я подпрыгнула на стуле и грозно клацнула челюстями вблизь его носа На котором, конечно, никакого пушка не было И даже следа от помады не наблюдалось Но это еще ни о чем не говорило Помаду истереть можно Даже до того, как начинаешь целоваться Или вообще не наносить Положительно для разговора нужна другая форма Пусть я сейчас и контролирую, рысь Но нервное напряжение растет Контроль может потеряться, и тогда Николай одной порванной подушкой не отделается Вы о чем, Лиза? Опешил Николай, даже не вздрогнувший при моих попытках его запомнить Не так давно мне попалась на глаза пара статей в газетах о вас и о великой княжне Как можно невозмутимей заметила я Продолжать не понадобилось Николай зло бросил Ноги бы поотрывать тому, кто запустил эту сплетню Между мной и великой княжной ничего нет Я исполняю исключительно роль сопровождающего лица и только Неужели Ольгу Александровну больше некому сопровождать? Недоверчиво фыркнула я Почему некому? Не поддался на провокацию Николай Есть кому, но подлавливают исключительно те моменты, когда сопровождаю я Я подозрительно на него уставилась Но ничего в хомяковском облике не указывало на то, что он испытывает к великой княжне хотя бы тень тех чувств, про которые почти открыто пишут в статьях Почему же тогда вас продолжают ставить в ее сопровождение? Потому что Александр Третий не желает идти на поводу у газетчиков и менять охрану им в угоду Пояснил Николай Сказал он это как-то странно, словно сам не верил в свои слова Из-за чего мои подозрения вспыхнули с новой силой Что у вас с ней? Резко спросила я и поставила лапу ему на грудь Пока мягкую, я даже когти не выпускала Но это только пока Если надо, и когти выпущу И наглую физиономию расцарапаю перед тем, как удрать У меня с ней ничего Лиза, вы ревнуете? Удивился он Но сопровождение великой княжны это просто служба Отказаться от которой я не могу И опять в его голосе прозвучала нотка обреченности Что бы там ни было, посвящать меня в свои проблемы, Хомяков не собирался Возможно, прямо сейчас не удастся вытащить из него правду, но я постараюсь Не про всякую службу пишут, что это курс сближения с мелкими кланами и все идет к помолвке Конечно, для спасителя цесаревича могут сделать исключение Особенно если учесть, какой скромный этот спаситель, что не обмолвился ни единым словом, когда мы с ним виделись в последний раз Времени было мало А это не такое уж важное деяние Мне просто повезло Чуть смутился Николай Так повезло, что вы теперь личный телохранитель великой княжны? Это просто служба Я с ней на перегонки по снегу не бегал Заметил Николай, явно намекая на устроенные рысьяными смотрины Еще бы, фыркнула я С ее шерстью по снегу не побегаешь Намеки на мои клановые проблемы злили, но сделать я ничего не могла Пока я рысь, даже мой внешний облик будет напоминать о рысьяных Значит, нужно перестать ее быть Хотя бы временно Дайте мне свою рубашку Зачем? Удивился Николай Мне надо Как можно увереннее бросила я Скорее же, я потом все объясню Он подошел к шифонеру, взял с одной из полок аккуратно сложенную рубашку И положил на стол передо мной Смотрел он при этом с каким-то детским любопытством Отвернитесь Скомандовала я Я хочу видеть, что вы будете делать с моей рубашкой Запротестовал он Пусть я даже ничего не пойму, но Нет времени спорить Увидите, но чуть позже Отвернитесь и не подглядывайте Николай ожидаемо надулся Оскорбленный моим недоверием Но спорить не стал Повернулся к двери И лишь чуть изменившаяся форма ушей Указывала, что без присмотра Точнее, без прислуха Он свое имущество не оставил Но я портить его рубашку не собиралась Она была белейшая Накрахмаленная до жесткости С забавными складочками на груди И смешными крошечными пуговичками Застежка доходила только до середины А низ был сплошной, но приличнее Я от этого не выглядела Пусть рубашка была довольно длинной Но солидные разрезы по бокам Наверняка облегчавшие одевание Заставляли меня пожалеть о том Что не попросила еще что-нибудь вниз Что-нибудь такое, что можно использовать как юбку Скатерть, например Увы, скатерть на столе была Ажурной вязки крючком И, подозреваю, не сделала бы Мой вид приличнее ни на йоту Поэтому я вздохнула Забралась на стул с ногами Так, чтобы их прикрыть по максимуму И сказала Николаю Можете поворачиваться Он обернулся И застыл Ненадолго застыл, а потом Нет, я думала, что он может смутиться Покраснеть, замямлить что-то О неприличности моего вида Но вместо этого Хомяков захохотал Совершенно неприлично захохотал Словно он был в цирке А я развлекающим его клоуном Поэтому покраснила И чуть срывающимся голосом спросила И что такого смешного Вы углядели, Николай? Простите, Лиза Не удержался Он забавно шмыгнул носом И чуть встревоженно сказал Я не над вами Просто оказалось весьма неожиданным Что моя рубашка понадобилась вам Именно для этого Не могу же я с вами в голом виде Разговаривать Возмутилась я Или вам жалко своей рубашки? Не жалко, но... Права оказалась Оля Какая именно? Вредно уточнил я Сестра, разумеется Удивился он Лиза, давайте уже оставим В покое несчастную Ольгу Александровну А то ведь до меня Тоже доходили слухи Что вы не просто так сбежали А из любви к Песцову Пропали из города Одновременно с ним Желание выложить всю правду Про Песцова Было чрезвычайно сильным Но я ему не поддалась Совершенно неподходящее было время И место И одежда тоже Совершенно неподходящее Подумать только Мне придется оправдываться Перед Николаем За то, что я не делала Скукожившись в его рубашке На стуле в его комнате Нет Время для признания Точно неподходящее Какая феерическая чушь Недовольно пробурчала я С трудом удержав за зубами Замечание, что это все Происки Соболевой Ксении Андреевны Которую я знать никак не могла И очень надеялась Никогда более не встретить И в чем же оказалась Права Оленька? Она сказала, что С вашей удачливостью До Царскалевского Если доберетесь, то без одежды Положившись исключительно На второй облик Права она только наполовину Неохотно признала я По поводу одежды Но это результат несчастного случая От кривых лап Песцовского родственника Чтобы у него оба хвоста Отвалились и выросли Вместо них четыре Может тогда его баланс Ипостаси придет в норму Или маятник качнется И лисий сын Начнет стремительно худеть А звериная форма Столь же стремительно толстеть Я потрясла головой Отгоняя видение Белого красноглазого шарика С четырьмя хвостами И сосредоточилась На вопросе Николая То есть вы сейчас Совсем без вещей и без денег? С вещами, деньгами и документами Но без одежды Отрапортовала я С вещами? Удивился Николай Вещей мало, но они есть Только самое необходимое Вы в зубах притащили? Продолжал он допытываться Хотя и видел, что разговор мне неприятен Нет Провалилась неудачно в телепорт Или удачно Это как посмотреть До Царскалевска я добралась И Волкова с хвоста сбросила Он меня сейчас пытается поймать Совсем в другом городе При упоминании Волкова Николай помрачнел Я тоже прекрасно понимала Что лишь отсрочила Возможные проблемы с этим типом Он приходил ко мне Пытался выяснить, что я про вас знаю Фаина Алексеевна ему Пообещала меня, если найдет Я знаю Только он меня не найдет Уверенно ответила я У меня есть направление от армии На целительский факультет Откуда меня ни он, ни любящая бабушка Не выцарапают Как только начнут принимать документы Нужно свидетельство об окончании Гимназического курса Без него вас не примут А до сдачи экзаменов В любой момент могут перехватить У меня есть Похвасталась я Я же не просто так скрывалась Я готовилась В отличие от тех, кто в это время Развлекался в компании Великой Княжны Служба у него, видите ли, такая О которой в газетах пишут Подозрительность хоть и уменьшилась Но осталась Я нутром чуяла Не договаривает что-то Николай Тогда вам нужно как можно скорее отнести документы Принять вас могут хоть завтра Завтра? Удивилась я На обучение? Я же пропустила целый семестр Примут завтра, но в группу, которая только начнет обучение осенью Пояснил Николай Это отработанный способ ухода от кланов Не вы первые сбегаете Вам нужно просто добраться до кафедры, на которую ваше направление Просто добраться? Легко сказать Не уверена, что Волков даст столько форы Да и поступление защитит меня от притязаний рысьиной, но не от него Впрочем, от него и бабушка не торопилась защищать, а сама я пока успешно бегаю Еще бы успешно найти артефакт и успешно от него избавиться Благо теперь я знаю, как он выглядит Что вы погрустнели? Проницательно спросил Николай Размышляю, как покупать одежду Выкрутилась я Вряд ли стоит идти в лавку с деньгами в зубах Дурной тон Согласился Николай, явно с трудом удерживая улыбку Сразу пойдут слухи, что наследница рысиных увлекается азартными играми Причем не просто увлекается, а серьезно проигрывает Но к чему вам это? Я же говорил, что Оля такой вариант предусмотрела Поэтому у меня тут хранятся ваши вещи Мои? Удивилась я Но откуда? Не совсем ваши, те, которые прислала для вас Оля Пояснил Николай Она, конечно, написала, что все идет по плану И даже подчеркнула это несколько раз, но на всякий случай прислала комплект одежды О котором написала, что если все пойдет по плану, то одежда ей самой пригодится А если нет, то возможны варианты Возможны варианты Оля тоже подчеркнула три раза Николай невозмутимо вытащил из шкафа сверток, довольно увесистый такой, и протянул мне Мне отворачиваться? А почему вы сразу не сказали? Обиженно выдохнула я Когда я попросила вашу рубашку Я решил, что она вам нужна для магического ритуала Зачем бы я тогда просила вас отвернуться? Ритуалы бывают разные По слухам, самые действенные те, которые проводят в голом виде Пояснил Николай Серьезно пояснил, но глаза его смеялись И что я, по-вашему, могла проверять по рубашке? Недовольно фыркнула я Например, правду ли я говорю об Ольге Александровне И не изменились ли мои чувства? Я это и так могу узнать Не изменились ли ваши чувства, Николай? Немного ехидно спросила я Мы, хомяковы, так легко чувства не меняем Гордо ответил он И если они появились, от нас так легко не отделаться А мои чувства вам неинтересны? Если бы они изменились, разве вы сидели бы здесь, да еще в моей рубашке, Лиза? Спросил он Надеть чужую рубашку для оборотня Все равно, что признаться ему в любви Это было возмутительное заявление Настолько возмутительное, что я стукнула так удачно Подвернувшимся Оленькиным пакетом с моими вещами Прямо по улыбающейся хомяковской физиономии А он совершенно нагло уклонился Отобрал пакет, обнял И прошептал прямо в заострившееся от избытка чувств ухо Лиза, вы, наверное, голодны? Я повернулась ответить, что да, ужасно голодна И неожиданно его губы встретились с моими Наверное, воспитанная девушка охнула бы, покраснела И отпрыгнула на другой конец комнаты Но я была совершенно невоспитанная Да и, как недавно выяснилось, уже успела сегодня признаться в любви Поэтому отворачиваться и не подумала Обвела руками его шею и поцеловала В конце концов, имею же я право на маленькую компенсацию за все мои мытарства Маленькую хомяковскую компенсацию Маленькую хомяковскую компенсацию за все мои мытарства